Активные жители Томилина подготовили патриотический проект под названием «Дед, я тебя помню». С 22 июня прошлого года они собирают информацию об участниках Великой Отечественной войны и вышивают имена героев на кусочках красной материи. Сегодня эти именные лоскутья собраны в единой 25-метровое знамя. Уникальное народное творение участвует в премии губернатора «Наша Подмосковья». Идеально выстроченные буквы, в основном красными, белыми и желтыми нитками, а некоторые инициалы вышиты бисером. Изначально была идея написать имена героев ломастерами. Затем это переросло в нечто большее. И понадобилась помощь профессионалов, обладающих определенными навыками. Сотрудники предприятия «Звезда» помогли воплотить идею томилинца в жизнь. В итоге 1100 красных лоскутьев соединились в едином полотне общей площадью 75 квадратных метров. Но на этом история его создания не заканчивается. На самом деле в нашем списке бессмертного полка на сегодняшний день около 1400 человек. То есть он постоянно пополняется. То есть у нас в работе порядка 66 человек уже увековечены. И вот еще у нас 340 человек. Они в работе. Мы должны к следующему 9 мая обязательно их сделать. Знамя продолжает увеличиваться. А вместе с ним увеличивается и его география. На этом красном полотне увековечены не только уроженцы Томилина. Здесь вышиты имена героев томилинских семей. А в последнее время к проекту присоединяются жители Малаховки, Люберец и даже Москвы. Нам не важно, где люди жили, откуда они призывались. Главное, вклад в победу был общий. Самое замечательное, что люди нашли своих родственников. Они звонят, они переписываются. Причем здесь есть участники из Канады, есть из Парижа. Сейчас они проживают за рубежом. Но их деды вот именно были коренными томилинцами. Уникальное на сегодняшний день творение впервые участвует в премии губернатора «Наше Подмосковье». Проект зарегистрирован в категории «Сообщество», так как над ним работает порядка 300 человек. Средний возраст участника примерно 50 лет. Все от маленьких детей и школьников до пенсионеров и пожилых людей задействованы в общем добром деле. Своей главной миссией томилинцы считают сохранить это знамя у себя в поселке и не отдать его никакой ценой. Луизия Игазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.